В рамках месячника молодого избирателя были проведены разнообразные тематические мероприятия. Славянских студентов заинтересовала деловая игра на тему «Молодежь, государство, выборы». Это мероприятие необходимо, чтобы обогатить правовую культуру молодых людей, дать им знания по участию в избирательном процессе. Участие в деловой игре помогает повышению правовой грамотности и электоральной активности избирателей, которые вскоре придут на выборы. Четыре команды из трех городских техникумов, а также из филиала Кубанского университета в Славянске-на-Кубани собрались в малом зале Дома культуры, чтобы выяснить, кто из них лучше разбирается в актуальных вопросах. Все ребята активные общественники и к своей будущей роли избирателей относятся вполне серьезно. Мне исполнилось 18 лет. В этом году я буду в первый раз участвовать в выборах. Для меня это очень важно, и я уже готова к своему шагу, к которому мне предстоит прийти. Сегодня мы пришли на деловую игру, в которой мы также будем готовиться к выборам. Буду первый раз участвовать в выборах. В ближайшее время планирую. Сейчас мы участвуем в великолепной интеллектуальной игре, которая связана именно с избирательным правом. Мы с командой очень долго готовились к этой игре. Я учусь в принципе на историка и общество веда, так что очень хорошо разбираюсь в данной теме. И надеюсь, что сегодня мы пришли сюда только за поведой. Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Славянская Руслан Гагохи обратился к участникам мероприятия с приветственным словом. В своем выступлении он рассказал о выборах, предстоящих в сентябре нынешнего года, и о важности участия молодежи в голосовании. Мы хотим, чтобы молодые избиратели осознали всю серьезность выборного процесса и поняли, что каждый голос очень важен для страны и для политической ситуации в целом. Мы хотим донести до молодых избирателей, что процесс голосования и процесс выборов является, наверное, самым ярким проявлением демократии в обществе. И поэтому избирателям необходимо готовить с раннего возраста к этому. В ходе игры ее участники прошли пять туров, приветствия, знакомства, в ходе разминки команды отвечали на вопросы о знании избирательного права, в блиц-туре ассоциации соревновались президенты команд, в туре кроссворд, студенты разгадывали ребусы и кроссворд, и в завершении решали задачи кейсы, возникающие ситуации на выборах или вопросы избирателей. Победителями игры стала команда «Студсовет» филиала Кубанского госуниверситета, второе место за единством из Славянского сельхозтехникума, и третье место досталось команде «Генератор мысли» техникума «Экономики и права». Самое главное, о чем не забудут ребята после этой деловой игры – участие в выборах. Это по-настоящему здорово и очень всем нужно. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».